От Христа и для Христа Послание Галатам, 1 глава, с 11 по 24 стих Возвещаю вам, братья, что Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое, ибо и я принял его и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа. Вы слышали о моем прежнем образе жизни в иудействе, что я жестоко гнал церковь Божью и опустошал ее, и преуспевал в иудействе более многих сверстников вроде моем, будучи неумеренным ревнителем отеческих моих преданий. Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью Своею, благоволил открыть во мне Сына Своего, чтобы я благовествовал Его язычникам, я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью. И не пошел в Иерусалим к предшествующим мне апостолам, а пошел в Аравию и опять возвратился в Дамаск. Потом, спустя три года, ходил я в Иерусалим видеться с Петром и пробыл у него дней пятнадцать. Другого же из апостолов я не видел никого, кроме Иакова, брата Господня, а в том, что пишу вам, пред Богом, не лгу. Размышления. Часть первая. Особое откровение. Послание к Галатам. Первая глава с одиннадцатого по двадцатый стих. Павел получил особое откровение от Бога в отношении Евангелия Иисуса Христа. То, о чем здесь пишет Павел, не пример для подражания, но проявление и подтверждение той власти, которую Бог дал ему как апостолу. Отправляя письмо в Галатию, где возникли серьезные проблемы с правильным пониманием Евангелия, Павел объясняет, почему галатийские церкви и все читатели этого письма должны доверять его словам о Евангелии Иисуса Христа. Получив благословение, особенного откровения, Павел послушен призванию нести это откровение от Бога другим и благословлять их. Мы же теперь должны принять особое откровение от Бога, подкрепленное авторитетом посланий Павла. Теперь, получив особое откровение Евангелия, мы призваны поделиться им с другими. Вы благословлены, чтобы стать благословением. Размышления, часть вторая. Все дело в Иисусе Христе. Послание к Галатам, первая глава, с 21 по 24 стих. Почему Бог решил открыть такие поразительные тайны Евангелия Павлу, а не кому-то еще? Потому что вся слава должна достаться Иисусу Христу. Вряд ли можно было найти более ярого противника Христа и его учения, чем Павел. Поэтому, когда Павел радикально обращается к Иисусу, уверовав в него и его учения, вся слава действительно достается Христу. Это показывает не только недостойность Павла, но гораздо более величие и любовь Иисуса. Павел был избран проводником таких благословений только за тем, чтобы прославился Иисус Христос. Все дело в нем. Были ли недавно в вашей жизни благословения, успехи или победы? Воздайте Богу славу и возблагодарите Его. Были ли трудности? Надейтесь только на Христа. Молитва. Отец Небесный. Я воздаю Тебе славу. За всякое благословение, хвала только Тебе. Во всяком испытании я буду искать утешение в Тебе. Моя надежда, радость, любовь и вся жизнь только в Тебе. Во имя Иисуса Христа я молюсь. Аминь. Аминь.